Время пришло, да ты отправимся, ждёт тебя старинный друг, твой друг самый главный, он добрый и славный, он мишка, плюшевый мишка. Вспомнила слова в последний момент, на самом деле, до этого напевала пару строк и думаю, блин, какие там слова. Да, что у нас сегодня? У нас сегодня перевоплощение. Настал тот день, когда меня торкнуло, и я снова захотела быть блондинкой, ну, шо поделать. Я сейчас как по психологическим таким моментам всяким сразу думаю, не, знаете как, не сублимирую ли я что-то изнутри в свои волосы, потому что до этого я конкретно занималась именно этим, постоянно разные цвета волос, что-то постоянно меняю, нужно было мне свою энергию куда-то сливать из-за каких-то стрессов, переживаний и так далее. Сейчас я внимательно отслеживаю, что со мной происходит и почему мне вдруг торкнуло покрасить волосы. Ну, на самом деле, я знаю, почему меня торкнуло. Я смотрела недавно один фильм, и там была девушка, и вот начинался сериал вот примерно с таких волос, вот что-то такое у неё было, а потом она типа там перевоплотилась, и она такая раз, и просто яркая блондинка. Я такая смотрю, и всё, я такая, любовь, любовь. Ну, блондинка это моё просто, и каждый раз, когда я вижу вот что-то там до и после, я сразу понимаю, блонд моё. Ну, и не всегда мне хочется меняться, да, но вот сейчас захотелось, потому что начала фотки свои старые листать, где блондинка. Я смотрю, как-то моложе выгляжу, что ли. И, короче, ладно, всё, мы красимся в белый цвет. Красимся сегодня необычно, так как я никогда не красилась. Это мы делаем с вами смывку. Я сама себе буду делать смывку, такого не было ни разу. Это раз. Второе, я буду поднимать цвет порошком. Я тоже порошком никогда себе не красила волосы. И потом мы будем тонировать. Короче, я хочу блонд какой-то настоящий, уже нормальный. То я постоянно экспериментирую с этими корнями своими, то они жёлтые у меня, то они слишком холодные, то непонятно что. И, короче, в этот раз я хочу вот всё нормально сделать, и потом подкрашивать корни. Пусть это будет дольше, но я хочу достичь вот того самого блонда, которого я хочу. И, конечно же, если я буду красить порошком, мне легче будет этого добиться, потому что обесцвеченные волосы порошком... Будь здоров! Лучше на себя берут пигмент, и легче поддерживать холоднинку, когда ты красишь волосы порошком. Поэтому начнём мы с того, что... Вот, у меня смывка из тейли, две штуки. Я возьму та, которая свежее. Я покупала специально для своей свекрови. И, короче, выпользоваю её всю. И смою всё, что у меня было. Потому что до этого я красила на девятом уровне свои волосы. То есть, приземняла корни, потом по длине. Короче, пигмента тут левого непонятного много. А так как я не хочу волосы там не обрезать, ничего, короче. Всё хочу выровнять. Я сейчас буду намазывать смывку раз, потом, наверное, два. Держать по 20 минут, всё это смывать. Пока, короче, смывка у меня не закончится. Пойду, но мешаю всё. У меня же есть вот такая штучка новая. Вот так вот я её надеваю, здесь закрепляю. И всё. Можно не бояться ничего. Звезда. О, а до, после. Ага, а до, после. Вот молодец. Ну, давайте. Короче, я залила всё в одну бутылочку. Первый и второй свистах. Вот она. У меня получилась прям полная бутылка. Буду смывать сейчас хорошо, чтобы потом у меня волосы, ну, не потемнели, чтобы реально реакция всё прошла, как следует. Сейчас буду из бутылочки выливать. Не знаю, может быть, не надо было сразу смешивать. Хрен его знает. Может быть, надо было сначала смешать, одно сделать, потом другое. А я всё сразу смешала. Короче, не знаю. Ну, хотя бы один раз смывку сделаем, уже хорошо. Ехали, короче. Это я без перчаточек. Мне главное, на самом деле, у меня здесь, наверное, с корней всё поснимать. Короче, сейчас намажу всё это дело и вернусь. Фу, вонище. В общем, сейчас под шапочку 20 минут. Посмотрим, что-то подсмоется. Остальное будем чистить порошком. Так что вернусь через 20 минут. Прошло 20 минут. Давайте заглянем, что там у нас вообще. Турыца. О, повелела чуть-чуть. Там, где было совсем тёмным. Фу, вонище такая вообще. Да, смотрите, побелело, пожелтело. И тут тоже. Так, а точно там 20 минут? Может, побольше подержать? У меня, правда, щеплёте. Блин, да я же это. Нет, 20 минут там, по-моему. Короче, всё равно буду сейчас высветлять, поэтому не буду долго смыть, подержать. Пошла смою. Сейчас буду мыть шампунем глубокой очистки. У меня есть специальное, я покупала. Вот оно. Вот. Сначала вот этим шампунем глубокой очистки, потом обычным шампунем, бальзамчик. И потом будем красить. Так, всё, помыла. Так, ну вот, смотрите, что у меня здесь. Здесь у меня такие не очень поднятые, да. Короче, мы будем сейчас вот это вот всё обесцвечивать. И по длине там ещё пройдём всё потом. И порошочек у меня капус. У меня вот здесь вот, кстати, мне этот порошок очень нравился. После него очень классные волосы. Вот кому девчонкам я делала, мне почему-то очень понравилось. У меня здесь вот так вот. Я думаю, мне хватит. Но если что, я взяла ещё две пачки эстельки. Вот они, по 30 грамм. Не знаю, сколько мне надо. Сейчас буду экспериментировать. Так, промежуточный вариант. Это я посушила волосики. Они стали чуть светлее. Ну, короче, этот рыжий кусок. Вот это вот всё прям надо осветлять. Вот так, на 6% сделала. Всё-таки. Чтобы наверняка. Это вдруг трёшечки не хватит. Всё, намешиваю. Короче, планы поменялись. Налила я соточку сюда 3% оксида. И налила пачку, насыпала пачку порошка эстелевского 30 грамм. Чтобы, короче, не вымерять. У меня нет мерных вот этих ложек. Ну, может, они есть. Надо искать. Короче, решила сделать. Так. Получается, это 1 к 4 на 3%. Посмотрим, короче, на 3% сначала, как сработает. Может, действительно, мне 3% хватит. Потому что волосы довольно-таки светлые. Сейчас посмотрю, как будет браться. Ах, вонища. Фух, какая вонища. Голова щипет. Короче, я прошлась по корням. У меня прям всё впритык на корне было. Короче, не знаю, что получится. Ну, вроде бы высветляется. Потихонечку. Короче, глянем. Чё, как? Я, наверное, вот это сейчас на троечке осветлю. Короче, в итоге мы всё равно посмотрим. Я надеюсь, что она поднимется, осветлится. Я, короче, затонирую просто волосы. Вот. Посмотрим, что в итоге будет. А дальше будет. А потом дальше уже будем исходить. Из всего остального. Короче, густая всё равно получилась какая-то. Вот это вот не кайф. Я думала, она 1 к 4 хоть будет не такая густая. Но я всё равно густая вышла. Так, я уже смотрю, что у меня осветлились корни здесь. Короче, осветление пошло. На 3% нормально, в принципе. И мне нужно вообще-то почистить все волосы. Поэтому я сейчас намешаю ещё. Я сделаю, наверное, даже на полторашечку. Не на 3%, а на полтора. Остальное. Вот. И тоже сделаю 1 к 4. Разберём. И, короче, по всей голове вот так вот пройдусь. И даже их ещё намочу. Я видела, что девочки делают на влажные. На влажные, как-то, мне кажется, лучше будет. Вот. Хотя, в целом, база у меня нормальная. Можно было бы и не делать. Но нам нужно остановить реакцию, которая делала этой смывкой кислотной. Поэтому я сделаю. Вот у меня 1,5%. Сейчас тоже сделаю по всей длине. Как бы сверху ещё. 10 минут прошло, уже осветляется. И ещё сейчас на 10 минут. В общем, нормально всё будет. Вот так вот взяла. Водичкой намочила кончики. Вот так вот всё сделаю. Сейчас вот такой-нибудь минуточек. И всё. Я смотрю, уже ровный цвет. Шикарный. И вроде бы. Должно быть гуд. Что? Вот что у меня получилось. Получились жёлтые корни. Вот здесь вот кусочки так и не... Как-то сравнились. Всё равно какой-то тёмный вот этот вот след. Ну, если всё это посушить... А, эти холодные. Да? Если всё это посушить, конечно, оно будет более однородное. Это вот они при мокроте вот такие. Но я задолбалась, честно говоря. Мне кажется, не нужно сейчас высвечивать. Я бы такая, может быть, ещё вот здесь полоску бы высветлила. Но мне кажется, можно не нужно. Можно взять, короче, просто всё это сейчас. И затонировать на 3%. У меня две краски, которые я буду мешать. Это истылька. Я вот такие, ну, прям влажные волосы и затонирую всё. Эта красочка у меня 1076 и 108. Один идёт жемчужный блон. Он прям серый. Я сюда, если что, вставлю эти цвета. А второй... Не помню, какой из них какой. Короче, один идёт вот такой серый жемчужный, а другой идёт с фиолетовым. И если их смешать, то как раз вот этот синий, он убивает желтизну. Он жемчуг даёт, вот этот фиолетовый цвет. Да? А вот тот, который перламутр, такой пепел, да, вот, ну, как бы они вдвоём 50 на 50 должны неплохо справиться. Посмотрим, короче, что получится. Но мне не очень нравятся мои жёлтые корни, если честно. Не знаю, такие они должны быть или не такие. Потом, когда я уже буду подкрашивать корни порошком, я уже буду подбирать оксид. Либо на 3% делать. Если сейчас нормально затонируется, то получается, я на 3% могу потом тонировать корни. Да? То есть порошочком на 3%, а потом на 3% красочкой. Вот. Сейчас, короче, я всё это дело смешаю. И бахну на волосы. Макаруски можно? Можно. Так, всё. Один к одному, 120 оксида на троечке. И две пачки, там, по 60 грамм, получается, 50 на 50 смешала эти пачки. Всё. Всё подряд просто крашу. Вот такие влажные волосы. Я думаю, что будет лучше так оно всё делаться. Легче, короче. Меньше впитывается. И потом посмотрим, что получится. Так, надо перчатки. Надо басу. Перчатки. Я уже, честно говоря, задолбалась красить. Но я думаю, что потом будет легче. Вот так прям и начнём. Ну что, девочки, я намазала. В принципе, я думаю, должен красивый цвет получиться сам по себе вот этих красок смешения. Но у меня, как всегда, есть опасения. И знаете, какое у меня опасение? Однажды, и не однажды даже, а многожды, было так, что, как говорят, там, краска краску не осветляет. Там краска краску не тонирует. И у меня много раз такое было, что я там краской осветляюсь, а потом хочу затонировать, значит. Беру красивый цвет, тонирую, короче. А у меня это место просто никак не берётся. Да, и чтобы оно взялось, нужно только порошком там делать. Сейчас я сделала на 3% корни. И мне кажется, что вдруг сейчас эта тонировка не возьмёт, ну, осветлённый волос на 3%. Типа надо на 6 осветлять. И типа будут жёлтые сейчас корни у меня. У меня вот это уже страх такой, знаете, внутренний. Ну, а такой страх не такой, чтобы там, знаете, страх и паника, как в жизни бывает, да, страхи у нас какие-то и тревожность. То есть всё нормально, у меня там сердце не бьётся, всё такое. Но будет очень стрёмненько, если у меня будут корни жёлтые, и они не затонируются. А в целом по длине я уже видела, что красочка схватилась, она уже затонировалась. Вот эта часть, даже, по-моему, которая темноватая была вот здесь, она тоже вроде затонировалась. Вот что-то я за корни переживаю, что останутся они у меня жёлтыми вот такими вот. Вот я в зеркало сейчас смотрю, вроде всё серенькое, а они жёлтые. Ну, короче, я буду минут 40-30 точно быть с этой краской. Надеюсь, что всё получится. Держим кулачки, крестики, кто чё. Вот я бы дружать, конечно, если не получится. Так, ну что, мои хорошие, прошло, наверное, 35 минут, я её засиделась. Залипла в соцсетях, записываю клиентов, пытаются успеть до Нового года. Лайк ставлю. Так, да, я просто недавно сняла сториз, показала до-после, как я похудела, я не знаю. Заходите, смотрите, это в закрепе даже там будет. И рассказывала там, как вообще к этому пришла, вопрос такой был, да, типа, как полюбить спорт. И я такая задумалась и вспомнила, начала рассказывать, как я к этому пришла. И, в общем, начали записываться на консультацию ещё быстрее. Пока греется водичка, мне же ещё подарили в магазинчике вот такой вот эстелевский шампунчик, который цвет сдерживает. Я, наверное, им и помою головушку свою. Боже мой, финишная. Мыло сейчас, кончики классные вроде бы. Шампунь так вкусно пахнет. И я задумалась о том, что, может быть, я куплю профессиональный шампунь себе, да, бальзам. Два вот таких баллона. И не буду вот это экспериментировать с непонятными шампунями. Ой, ну я сейчас в предвкушении. Очень надеюсь, мои корни не будут жёлтыми. Причесала волосы. Вот что у меня сейчас на корнях по длине. В общем, будем сейчас сушить и смотреть. Вообще, мне кажется, что как будто, наверное, может быть, уровень мне маловат. Да, может мне хочется блонды посветлее, такой уровень, там, 12, может быть, да. А я сейчас, получается, затонировалась на десяточке. То есть у меня сейчас десятый уровень осветления. Вообще, это хороший уровень осветления. Вот, может быть, больше и не надо. В общем, давайте посушим. Ну что, мои хорошие, вот что у меня получилось. Ну, если честно, я недовольна, потому что я вижу разницу. Корни, они более тёмные, что ли. Уровень получился более тёмный. И я понимаю, что, наверное, мне надо корни красить на 6%. Вот, если не на 9. Ну, на 6. На 6 поднимали неплохо цвет. И, ну, как бы видно, да, что они, во-первых, немножко, мне кажется, и жёлтоватые. Вот, хотя в целом, как бы, ну, нормальный переход такой, да. Не сильно отличается, там, холодный от жёлтого. В зеркале не особо видно, да. Вот здесь вот вам цвет прилавляется. Ну, то есть, в целом, хорошо. Но всё-таки я вижу, да. И нужно мне будет поднять вот эти корни мои на 6% в следующий раз. Вот как раз отрастут корешки. И ещё я вот так вот покрашу на 6%. Ну, в целом, наверное, нормально. Может быть, и не надо светлее. Но я ожидала другое. В зеркале увидеть. Что-то почему-то у меня в голове прям блонд такой конкретный. Блонд-блонд. Вот сейчас смотрю сюда, на себя. И вижу, что красивый блонд. Яркий, нормальный. А в зеркале, как будто мне недостаточно белого. Мне хочется, как будто, более белый. Ну, в общем, они шелковистые, красивые. Потому что тонировочка. Сзади покажу. Да, с двух сторон так. Вот красота. Ну, в целом, как бы, уже лучше, чем было. В общем-то, будем совершенствоваться дальше. Кто какие комментарии, замечания видит, правильно ли я всё мыслю, что 6% надо было брать, а не 3%, то, пожалуйста, пишите в комментариях. В принципе, цвет меня 50 на 50, вот эти два цвета меня устраивает. А ещё я думаю, что, знаете, можно не на 6% красить корни, а взять вот ту краску Лонда, помните? Которая делала мне всё время холодные корни. А по длине они были желтоватые. И мне приходилось протягивать всё время, ретонировать. Вот сюда бы сейчас эту краску бахнуть. Да, на 9% я, по-моему, красила. И вообще, по-моему, будет супер корни. Можно, кстати, ещё и так попробовать. Всё-таки краской и не мучиться. Она действительно очень сильно холодит корни. Да, и классно получается. Не помню, какой цвет в предыдущих моих видео. Короче, пишите, что скажете, потому что я немножко не знаю. Я немножко такая даже растеряна где-то. Но в целом цвет вроде почистила. Нет, всё равно вот это, да? Или нет? Нет, есть переход. Короче, в целом неплохо. Я думала, будет хуже. С одной стороны, я думала, будет лучше. С другой стороны, я думала, будет хуже. Но в целом получилось что-то между. И, в общем, я нормально. Плакать не буду. Делаю выводы и иду дальше. Всё, мои хорошие. Люблю вас. Целую. Пишите комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok